Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю из Петергофа, из Санкт-Петербурга, с любовью во Христе Иисусе! И сегодня, 21 мая 2015 года, сегодня праздник Вознесения на календаре Православной Церкви. И также и мы, православные реформаторы, обновленцы, также вспоминаем сегодня и Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. И я поздравляю всех вас, дорогие друзья, всех православных христиан, христиан разной конфессии, динаминации. Это неожиданно, сопровождение музыкальное, колокольное, это я не запланировал, это неожиданно, но очень приятно. Да, прямо напротив меня храм, это Петропавловский храм, очень красивый, он как будто бы тортик такой, знаете, такой кремовый, нарядный такой очень даже, ну такой стиль такой сообразный, но то, что сзади меня, видите, это дворец. Вообще-то эти места потрясающие, очень красивые, одно из самых красивых мест вообще в России. Сам Санкт-Петербург, конечно, это вообще, это жемчужина, это, как говорят, северная жемчужина, это вообще красивейшее место в России. И Петергоф, потому что Петербург без Петергоф это, как бы, ничто еще. И вот, господа, вот сегодня, как Вознесение Господне, празднество, и вчера, как раз, вечером я, как раз, на эту тему и говорил, зачитывая из Деяния апостолов о том, из первой главы, когда Господь Иисус уходил, это описано к Феофилу в послании в этом, в Деяниях апостолов. И мы празднуем это как праздник, хотя для многих неверующих, конечно, здесь больше вопросов, чем ответов, как можно радоваться и праздновать, как праздник расставания с самым дорогим, любимым. Но мы говорим, спасибо Господу, что ты ушел, и отмечаем это как праздник, потому что если бы он не ушел, утешить бы не пришел. И сегодня он ушел как личность, именно как в теле, но Духом Святым, он в нас верующих. Парадокс, но для нас, христиан, лучше, чтобы он ушел, на самом деле. И мы благодарим Богу, что он ушел, потому что пришел утешитель. И вот в эти дни ожидания перед Пятидесятницей, перед Троицей, как мы еще называем в народе этот праздник, или же в оригинале он звучит как Шевуот, праздник недель, праздник дней, отчета о Дня Пасхи на 50-й день. И этот день, когда Бог, вышедшим из рабства на свободу, он дал Тору, он дал Слово Свое, он дал Библию, он дал заповеди свои. И в этот день Моше, Моисей, пророк, он взошел на гору. Он взошел на гору, которая пылала огнем, гора Синай в Аравии. И там, на горе, он пребывал в присутствии Бога в этом огне. Он был настолько возлюблен Богом и настолько любил Бога, что был за Богом готов идти и в поломя, и в пламя. И он пошел в это пламя огня туда, на гору. Но в 19-й главе Исхода говорилось, что накануне всего этого события, накануне, Бог сказал, что во время протяжного трубного звука могут они все взойти на гору. Вот сейчас колокольный звон был слышен, прекратился. Но колокола, в принципе, это более поздние, ведь те, кто лекции по истории христианства мои слышали, те знают. Более поздние это выдумка такая церковная, придумка, идея очень интересная, красивая. И к нам на Русь эта традиция пришла из Франции, с компанией, и поэтому назывались у нас колокола до Петровской России не колоколами, а компанами. И всегда они имели ярко выраженное французское свое родословие, древние колокола России, Руси. А до колокольного изобретения колоколов вообще и того, как с Францией привезли к нам колокола впервые, еще в средневековую Московскую Русь тогда, Киевскую Московскую Русь, были шафары, были эти трубы, небесные трубы, которые тоже на небесах есть, и трубы земные из этих рогов, животных делаются, которые... Даже есть в Библии праздник трубного звука, или как по-нашему можно сказать праздник колокольного звона, как бы, значит, праздник трубного звука, потому что когда колокола пришли на Русь, то их так и объясняли, что это как бы труба, только обращенная с неба, как бы на землю, с языком таким, как бы, который бьют, И это тот же самый шафар, труба та же самая, только обращенная с неба на землю. И вот такое есть объяснение. Я не об этом, но, собственно, коль тему затронул, то скажу, что в книге «Сход» говорится, что когда шафары звучали, эти небесные шафа, трубы, колокола, можно так назвать, небес, они звучали прерывисто, коротенько, то в это время только лишь Моисей, пророк, мог взойти на гору и быть там. А всякий другой человек или животное, которое попыталось бы взойти туда, на гору, оно должно было быть убиваемо даже. Настолько было строгие правила, что нельзя было даже приближаться к этой черте. Знаете ли, как вот, допустим, там где-то в терминалах есть такие линии чертят, нельзя за них переступать. И вот была черта такая, отведена вокруг этой горы, и нельзя было переступать эту черту. А кто попытался бы это сделать, наперекор всему, тот даже согласно повелению Бога должен бы быть убитым. Но это еще не все, господа, потому что Бог сказал тогда, что нельзя подниматься на гору, но когда начнутся протяжные звуки, вот даже колокольный звон, обратили внимание, да, прерывисто, а потом бом, ну, как бы это вот такое долгое звучание такое. А в шафар, когда шафарист шафарит, когда в шафар трубу он дует, как бы, да, значит, играет на трубе этой, то там, в принципе, гармония очень проста. Там, значит, есть прерывистые звуки, а есть такие длинные протяжные звуки. И на небесах тоже есть прерывистые звуки, а есть небесные длинные звуки. И вот было сказано, во время протяжного трубного звука могут они все взойти на гору. Но, к сожалению, знаете ли, получилось так, что вместо того, чтобы взойти на гору, в 20 главе исхода говорится, что народ испугался. Все, 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 ни люди, ни животные, никто не зашел на гору, кроме Моисея. Все остальные испугались и встали вдали. И народ вообще стоял вдали, и они предпочли, чтобы один Моисей был в присутствии Бога, один Моисей был там, на горе, со Всевышним Богом, один Моисей получил эту Тору. Хотя, по сути, весь народ Бог приглашал тогда, в день Пятидесятницы, приглашал взойти на гору. И когда день Пятидесятницы мы вспоминаем уже в новозаветном формате, то мы говорим, что это как некое рождение церкви, как некий день рождения христианства в целом. Хотя рождение, по сути, братья, если более точно, оно произошло чуть раньше. На Голговском кресте в страданиях Мессии, в крови рождение произошло. И как вот сам Мессия говорил, что когда женщина рождает, она терпит скорбь. Или там в буквальном тексте оригинальном, как смертная агония. Но когда родит, не помнит этой смерти от радости, потому что родилась жизнь в этот мир. И вот так же Господь испытал эту смертную агонию на кресте, рождая всех нас. И все христиане на протяжении этих двух тысячелетий, приходящие к Богу, свое духовное возрождение связывают с голговскими страданиями Иисуса Христа, с кровью Мессии, с крестом Христа. И знаете ли, есть даже крайности некоторые, даже в православной традиции, допустим, такая крайность, когда мы обращаемся порой, ну я уже не обращаюсь, и мы реформаторы не обращаемся, но традиционные такие православные и священники, и прихожане говорят даже, обращаясь к кресту самому, говорят, о животворяющей честны там крести Господень, помогай мне. Ну это, конечно, это уже крайняя форма, это уже, знаете ли, уже идолопоклонство уже. Нельзя к самому кресту, и смысла нет обращаться к самому кресту, глупо. Как вот все евреи сделали, знаете ли, медного змея по повелению Бога Всемогущего, а потом, к сожалению, стали кодить ему, призывать его имя, как Некуштан, и это было большой проблемой. И сам Бог Всемогущий одобрил уничтожение этого памятника, как бы, истории религии, будем так говорить, искусства, когда царь Езекия начал реформу в Иудее. Ну это в четвертой книге царства об этом рассказывается, в 18 главе и далее. Об этой реформации в Иудее, реформации в Иерусалиме, которая произошла тогда как реформация, восстановление. И вот, господа, братья и сестры, из Петергоф и из Санкт-Петербурга в праздник Вознесения я хочу вознести молитвы, благодарности за всех вас, дорогие друзья, особенно за тех, кто в эти дни, в эти уже более двух недель молился за Санкт-Петербург, за северную столицу нашу, молился за пробуждение здесь на северо-западе, потому что в начале мая, вот 9 мая мы отмечали День Победы не только над фашистской Германией, как вот все отмечали, обыватели, люди у нас, но мы, реформаторы, православные обновленцы, отмечали День Победы православного обновленчества, реформации. Днем Победы он был назван еще в 1923 году, задолго до 1945 года, потому что 9 мая 1923 в Храме Христа Спасителя в Москве, не здесь в Петербурге, а в Москве, было сказано, что это День Победы православной реформации, православного обновленчества. И 9 мая стал Днем Победы отмечаться задолго до Второй мировой войны, значит, именно православным реформаторским братством, по крайней мере, до эпохи сталинизма уже, репрессий. 20-е годы были временем пробуждения духовного большого. Потом мы знаем, что и сам Храм Христа Спасителя был взорван, как символ реформации, символ обновленчества. Но рождение обновленчества было там в 1923 году в Москве, но зачатие и развитие было здесь, на берегах Невы, было здесь, в северной столице, было в Петрограде тогдашнем, до того в Петербурге, потому что еще во времена царского самодержавия здесь, в том числе и в Петергофе, и в Петербурге в самом, и в Петербургской епархии в целом, были те священнослужители, и подняли голос те священнослужители, что выступали за реформы, о необходимости говорили реформ в церкви. И вспоминали мы в эти дни, в конце апреля и начале мая, до самого 9 мая, вспоминали многие герои веры, вспоминали того же самого Александра Боярского, священнослужителя, реформатора еще до революции, он уже поднимал знамя реформации, и после революции, и в 20-е годы, и до самой своей мученической кончины. В 1937 году он был одним из лидеров правоставного реформаторского такого движения, обновленческого движения. Это дедушка нашего любимого Михаила Боярского, артиста, кино, театра. Я молюсь за всю семью Боярских, ныне здравствующих. И Михаилу желаю таки исполнить свою роль. Он много роли прекрасных сыграл, один Д'Артаньян чего стоит, знаете ли. Но, значит, я думаю, что у него есть от Бога его роль. Именно не просто кого-то сыграть, а он должен самого себя сыграть. Я убежден, что его призвание – это не просто Д'Артаньян, или повторить чью-то судьбу на кино или в театре. А его роль – принести Евангелие Иисуса Христа миллионам людей в рясе с крестом на груди, как его дедушка. Постарался в 20-е годы и начало 30-х, неся Слово Божье здесь, в Петербурге, в Петергофе, в Колпино, где он был настоятелем тоже храма. И в самом Петербурге Исаакиевский собор, где он был тоже настоятелем некоторое время. Кстати, храм, этот собор Исааки Долматского, даже тогда, в 20-е, даже стал, благодаря ему как раз, Боярскому, стал символом реформации, обновления церкви здесь, на севере России, в северо-западе. Да, господа, мы вспоминали и Александра Вединского, и Антонина Грановского, и других реформаторов 20-х годов, но благодарили Бога не только за них. Благодарили Бога за то, что сегодня он, господин Жатвы, он высылает делателей своих на Жатву свою. Сегодня он поднимает реформаторов 21-го столетия. И я думаю, что многие из вас молились за Санкт-Петербург, не только в целом за спасение города, но также я просил молиться о том, чтобы, и продолжаю просить это, делать все дальше, молиться о том, чтобы господин Жатвы выслал своих делателей сюда, на северо-запад, выслал своих делателей в Петербург. Может быть, кого-то из местных поднял бы реформаторов в Санкт-Петербурге, того же самого Михаила Боярского, я не знаю, кого еще. Но дай Боже, знаете ли, мы не знаем, кого Бог призовет. Я убежден, Бог многих призывает, но многие братья боятся. И, знаете ли, дело непростое, дело порой чрезвычайно опасное, сложное, но легкого пути нам Господь не обещал, знаете ли. Не только тесны врата, но и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят. Не то, чтобы не знают, но многие просто не хотят найти этот путь, и истину, и жизнь, которой есть Иисус Христос, Спаситель наш. Да, друзья мои, братья и сестры, и вознося молитву в праздник Вознесения, я благоставляю всех вас, возлюбленные, дорогие друзья. Может быть, до сего дня вы не молились за Петербург, и, может быть, я в предыдущих посланиях говорил о молитве, но, может быть, вы не прониклись этим, но я убеждаю вас сейчас начать это делать. Знаете ли, за Петербург, то место, где зачиналось и зарождалось обновленчество, стоит молиться. Я верю, что Бог, начавший благое дело, Он хочет здесь же и продолжить его. Место это очень стратегически, очень важное в деле евангелизации, спасения России, пробуждения духовного всех народов, проживающих в Российской Федерации. И место не только красивейшее в России, но и место духовно наиважнейшее, я считаю. И мы молимся за обе столицы, и за Москву, и за Санкт-Петербург. И летом планирую вновь в июне, в июле быть здесь, на берегах Невы, и снова проповедовать Слово Божье. Может, Бог кого-то призовет к этому времени. Я обращаюсь к вам, петербуржцы, и те, кто собираются в северную столицу в эти дни. И молитесь за этот город. И если кого Бог призывает к этому труду, то свяжитесь со мной обязательно. Я буду стараться всячески поддерживать вас, потому что это дело благое, дело очень важное. И благоставляя, знаете, о самих дворцах, и вообще, это отдельная тема, конечно, это в одной программе так все не уместишь, но скажу лишь одно, что есть духовный принцип такой, «Поражу пастора, рассеются овцы». И когда враг атакует, он атакует, конечно, впереди идущих всегда. Это неважно, в политике ли это, в религии, или где бы это ни было, в экономике. И, знаете, друзья, сегодня моя молитва о том, чтобы Господь тех, кого Он уже призвал, чтобы Он благоставил, защитил, и в политике, или в религии, в экономике, или благоставил, и позволил благое дело, благие вот эти вот планы осуществить во имя Иисуса Христа, чтобы всякие нечестивые планы, планы врага и в религиозных сферах, и в политических, и в экономических, чтобы были разрушены во имя Господа Иисуса Христа, чтобы не состоялись те коварные планы лукавого, которые есть человека убить от начала, который действительно пришел, чтобы лишь украсть, убить и погубить, и ничего доброго не может дать человечеству. Но есть Тот, Кто заплатил за нас великую цену, доказав однажды навсегда свою любовь ко всем нам. Я благоставляю вас благословением священников во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь Бог, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, наш Небесный Отец, любящий, возлюбивший мир, отдавший Сына Своего за нас, доказавшись Свою любовь однажды навсегда, однажды навсегда приобретя нам жизнь вечную, дав нам спасение по благодати, Он благословит каждого из вас, дорогие друзья. Вот. И с молитвой за всех вас, с молитвой за Санкт-Петербург, за пробуждение здесь на севере-западе России и по всему миру Сергей Журавлёв, архиепископ-реформаторской православной Церкви Христа Спасителя. Праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа 21 мая 2015 года. С миром Божьим. Мир всем. Аминь.